приветствую уважаемые трейдеры с вами Мрия Кухта и предлагаю ваше внимание свежий обзор рынков ребят есть торговые идеи смотрите видео какие именно мы сегодня с вами проанализируем как всегда форекс основные инструменты рынка форекс посмотрим посмотрим также золото серебро а также нефть бренд и газ я хочу напомнить о том что все рынки я анализирую по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг а если есть торговый формат по моей стратегии тогда я даю соответствующие торговые рекомендации и публичные и в закрытом моем телеграм-канале ну что же давайте начинать и начнем мы с вами как всегда с валютного рынка и индекс доллара ребят по индекс доллара ожидаю продажи торговые идеи можешь артить индекс доллара я еще ранее рассматривала продажи по индекс доллара еще на своих предыдущих обзорах говорила о том что можешь артить а дикси от сопротивления 104 15 все это у нас ключевое сопротивление конституционно сформировалась на моих предыдущих обзорах я советую открывать продажи ниже этой ценовой отметки а кто подписан на мой youtube канал мария кухта трейдер ребята вы знаете то есть вы видели мои прогнозы и если еще не открывали продажи то можно в принципе сейчас рассмотреть шарты потому что индекс доллара у нас подтверждает дальнейшие продажи значит хорошая ситуация у нас формируется накопление позиции довольно длительно происходит то есть две недели уже консолидация у нас фактически значит там присутствует по индексу доллара и это значит что мы подтверждаем предыдущие защитные движения то есть шартовые движения которое началось 14 февраля по данному инструменту есть подтверждение этому движению это значит что дальше двигаемся двигаемся в сторону защиты то есть на продажу рассматриваем сопротивление 104 15 это ключевой откатный уровень сопротивления от которого работаем шорт также плюс еще у нас образовалось локальное сопротивление ближайшее это в районе 104 103 95 ценовая зона ниже которой тоже можно рассмотреть шарты то есть сегодня вчера мы эту зону оттестировали локально удержали насчет в моменте эту ценовую отметку и показали на нее реакцию поэтому можно предположить что уже из текущих индекс доллара у нас дальше будет падать ну либо же добирать еще торговую позицию до 103 95 104 то есть по факту я думаю что готовы готовы мы уже снижаться готовы двигаться вниз и завтра скорее всего на новостях фрс мы уже с вами увидим хорошую закономерную импульсную реакцию вниз по данному инструменту какая у нас цель для снижения ближайшая цель на пробитие поддержки в районе 103 6 дальше у нас перспективом 103 4 ценовая отметка минимумы 22 февраля и 103 и это в принципе та цель от которой вернее которую я ожидаю по индексу доллара и которая в принципе имеет все шансы быть достигнутой в силу того что у нас есть замечательное накопление позиции накопление позиции как вы знаете это бензин для движения это скажем так хорошая хорошая консолидация для импульсного движения и я считаю что в данном случае у нас ожидается импульсное движение вниз по данному инструменту евро давайте смотреть валютная пара евро доллара отлично растет ребят на своих предыдущих обзорах публичных ям светла покупать евро выше откатного уровня поддержки 1 0 8 мы в закрытом канале продолжаем удерживать покупки по евро посвятила открывать еще в пятницу пятницу значит в моменте мы еще не показали перекрытие предыдущего давления вниз но тем не менее начислом таймфрейме можно было его увидеть на начислом таймфрейме моменте попробовала словить это перекрытие мне фактически неплохо удалось это сделать поэтому евро отрабатывает покупки значит удерживал анги выше 1 0 8 дальше рассматриваю покупки по евро но единственный момент сейчас может довольно высоко сейчас может движение отрабатываем значит предыдущий формат лонговую да мы уже фактически находимся возле максимумов защитного лонгового движения и смотримся на прорыв на прорыв сопротивления в районе 1 0 8 65 и следующий цель для роста район 1 0 8 90 1 0 9 ценовая отметка до которой ожидаю евро да и в принципе и выше ребят потому что у нас пока пока нет никаких обратных сигналов сигналов обратную сторону которые вы показывали значит альтернативный вариант поэтому сейчас по евро только покупки и перспективы для роста озвучила доллар франк смотрите рисково рисково исходя из того что мы сегодня показали реакцию на сопротивление времени 0 88 50 об этом уровне сопротивления вчера на обзоре говорила довольно подробно его анализировала то есть что это у нас максимум коррекции на предыдущем защитным шортом движения если интересно посмотрите вчерашнее видео там довольно подробно я проанализировала свою позицию по доллар франку и считаю что если сегодня у нас девочка закрывается так как мы торгуемся сейчас примерно да ну желательно чуть чуть-чуть пониже то есть другими словами если мы покажем реакцию на сопротивление 0 88 50 то мы имеем шансы для того чтобы дальше снижаться по доллар франку поэтому рисково озвучь шорты ниже 0 88 50 при условии что дневка у нас закрывается ниже этой ценовой отметки с перспективой на достижение поддержки 0 87 80 и следующее цель для падения 0 87 40 и ниже есть неплохой паттерн ребят чуть усложненный но тем не менее шансы для падения есть дальше смотреть фунт доллар фунт отлично растет а по фунту ребят я еще ранее еще в начале февраля в начале прошлого месяца светла вам покупать данную валютную пару по самодостаточную лонговым паттерн который сформировался по моей стратегии защитный трейдинг смотрите обзоры еще 21 февраля да и после этого после этой даты в принципе тоже светло покупать вам публичную валютную пару фунт доллар вы могли заработать на покупках вчера на обзоре говорил о том что у нас направление лонговое но хорошей точки входа нет действительно ее нет потому что сейчас фунт уже в движении как я в таких случаях действую я удерживаю позицию в закрытом канале у меня еще активно 50 процентов позиции на покупку среднесрочную удерживаю покупку по фунту которую открывала еще 16 февраля по минимальному количеству информации лонговой информации то есть по лонговому паттерну минимальному открывала покупки по фунту и продолжаю 50 процентов позиций на покупочку удерживать на этом лонговом движении зафиксировала 50 процентов и сейчас у меня активно оставшаяся часть позиции на покупку с теми целями которые я озвучила еще ранее а это район 1 27 50 1 27 70 ценовая зона сопротивления это консолидация и выше то есть если удастся прорваться выше этой ценовой зоны сопротивления то у нас есть шанс для того чтобы обновлять максимум месяца декабря и дальше расти сторону основной восходящей тенденции которые у нас присутствуют по данному инструменту так ребят больше о валютных парах мы рассматривать не будем то есть другие валютные пары сейчас не интересны пока там ничего интересного нет там если у вас есть вопрос по другим инструментам а по другим валютам вы можете писать в комментариях я буду эти инструменты рассматривать на следующих обзорах но а вы должны понимать что не всегда не всегда есть точки входа хорошие то есть иногда рынок просто-напросто в движении иногда рынок еще набирает торговую позицию иногда рынок находится в какой-то неопределенной фазе да потому что для того чтобы я могла спрогнозировать инструмент для того чтобы я могла увидеть точку входа по инструменту мне нужен паттерн то есть мне нужно чтобы график подтвердил и направление по инструменту и соответствующую точку входа по по тому или иному инструменту если есть паттерн тогда я понимаю рынок если рынок движений там нечего делать это сейчас ребят касается металлов то есть золото серебро 2 смотрите золото золото шикарно растет шикарно отрабатывает мой паттерн по моей стратегии защитный трейдинг это был самодостаточный лонговый паттерн которым закончилась предыдущие шартовые движения то есть предыдущие коррекционные снижения закончилась лонговым паттерн и паттерн дал возможность прогнозировать покупки публично по золоту заработать на покупке по золоту и соответственно торговый сигнал закрытом канале мои подписчики получили на покупку по данному металлу значит что сейчас а вот это сейчас ситуация по золоту это ситуация в движении не торговая ситуация ребят никаких шартов здесь нет потому что вы мне пишите в личку сообщения с вопросом, можно ли шортить золото, потому что уже такие хорошие импульсы лонговые прошли. Нет, ребят, мы на коррекцию не работаем. Мы работаем в сторону защитного движения. То есть я советую торговать в сторону защитного движения, если эта защита подтверждена. Это основной принцип моей торговой стратегии защитный трейдинг. Поэтому сейчас по золоту мы в движении, сейчас торгового паттерна свежего нет. Это движение, это отработка предыдущего паттерна, который мы с вами заработали. Если вы со мной покупали золото, потому что я публично вам захотела покупать его, и сейчас у нас ситуация вне рынка. То есть кто торгует средний срок, пожалуйста, удерживайте, потому что дальше мы, похоже, показали новый заходной лонговый импульс. Если он будет подтверждаться, будут фермироваться свежие точки входа на покупку. Это раз. Во-вторых, кто торгует краткосрок, кто торгует внутри дня, то вы уже могли профит забрать либо еще в пятницу, либо подержав несколько дней лонги и сейчас фиксируясь в позицию на покупку, потому что у нас уже отработка есть. Для того, чтобы дальше искать новые точки входа, для того, чтобы дальше искать какие-то новые торговые моменты по золоту, нам нужны новые паттерны, которые формируются как минимум четыре дня. Но, судя по всему, судя по тому, какое у нас импульсное движение сейчас произошло, по данному металлу вот это лонговое движение, то у нас, скорее всего, точка входа будет формироваться чуть дольше даже. Поэтому пока ждем, пока будет сформирована новая точка входа, и тогда уже я буду, соответственно, дальше давать торговые рекомендации по данному металлу. Серебро. Ребят, то же самое по серебру, а в закрытом канале. Сегодня зафиксировала еще часть позиций на покупку, а фактически на сегодняшних максимумах. То есть я покупала серебро еще в пятницу, первого марта. Вам публично говорила о том, что по серебру, скорее всего, у нас коррекционное снижение присутствует в рамках предыдущего защитного движения наверх. Коррекционное снижение должно перекрываться, тогда покупаем серебро. Перекрытие у нас произошло в четверг. Показали окончание коррекции и от поддержки 22,4. Я открыла покупки уже в пятницу, первого марта. То есть по паттерну, по лонговому паттерну, по моей стратегии я купила серебро. Сейчас ситуация, текущая по серебру, аналогична ситуация по золоту. То есть у нас сейчас вне рынка, то есть нет новых точек входа, нет новых торговых моментов по данному металлу. Но при этом мы озвучиваем направление, как лонговые. Судя по всему, мы сформировали новый заходной лонговый импульс. Если этот импульс будет подтверждаться на графике, тогда, пожалуйста, дальше открываем новые позиции на покупку. Если у нас произойдет какая-то альтернативная формулировка графическая, какая-то альтернативная, альтернативный сценарий, то тогда уже буду рассматривать этот вариант и буду исходить из того, что дальше происходит на графике. Сейчас же направление лонговое, но свежих точек нет. Нужно было покупать там, где я покупала, там, где я покупала по паттерну, а именно 1 марта в пятницу. И это уже движение, на котором я зарабатываю. Поэтому направление по серебру лонговое, свежие точки входа будем ждать. Так, и давайте еще смотреть. Нефть и газ. Ребят, нефть бренд. Торговые идеи покупаем нефть марки бренд. Замечательный дневной крупный лонговый паттерн, который здесь сформировался по моей стратегии защитный трейдинг. Замечательное подтверждение защиты. Защита у нас. И это движение от 6-8 февраля. Хороший импульсный движение наверх, которое подтвердилось. Следующая комбинация графическая, которая подтверждает покупки по нефти. Если вы торгуете нефть марки Light, если вы торгуете нефть марки WTI, значит, можете покупать нефть этой марки, то есть не принципиально, потому что у нас там тоже лонговая картина. Но сейчас я анализирую бренд, и сейчас озвучу, значит, цены и уровни по данному инструменту. Поэтому нефть марки Brand, торговая идея покупаем с текущих выше откатного уровня поддержки 81,5. Это локальный конституционный уровень поддержки, на который мы сегодня показали реакцию в моменте, и который мы удержали, удерживали, вернее, предыдущие несколько торговых дней. То есть у нас есть здесь локальный лонговый паттерн, и у нас здесь есть более крупный, хороший такой паттерн с накоплением позиций, с подтверждением покупок, с которого я ожидаю хорошего импульсного выброса наверх, возможно, средний срок. То есть есть шансы для среднесрочного роста по нефти марки Brand с целью на пробитие, сопротивление в районе 84, это максимум текущего месяца, максимум месяца января. И выше, и выше, ребят. Смотрите, какое накопление, какая консолидация, очень хорошее, возможно, у нас будет движение, очень хорошая реакция наверх, и в закрытом канале я продолжаю удерживать покупочки, покупочки по нефти, нефтемарке Brand. Так, и газ, давайте смотреть. Газ, замечательно растет натуральный газ. В принципе, есть шансы и для дальнейшего контртрендового роста. У нас здесь сформировался паттерн лонговый, самодостаточный, против предыдущей шартовой тенденции. И этот паттерн сформировался по моей стратегии защитный трейдинг, и публично я вам советовала покупать газ на обзоре 28 февраля. В закрытом канале покупала еще во вторник, 27 февраля, то есть на минимумах дневных, когда мы в тот момент торговались. Реакция хорошая наверх есть, я посоветовала частично фиксировать позицию на покупку, но при этом мы продолжаем смотреться наверх, есть поджатие дневное. По сути, у нас паттерн уже локально отработался, то есть вот этот лонговый паттерн уже чуть отработался вчера, мы показали неплохой хай по газу. Но дальше, дальше можно удерживать лонги, стоппер здесь без убыток, и ждать продолжение движения наверх, выше откатного уровня поддержки 1.794, либо с текущих, либо от еще локальной какой-то коррекции. Возможно, здесь еще будем чуть добирать торговую позицию в рамках движения, которое произошло 1 и 4 марта, вот это движение по натуральному газу. Какая перспектива? Ну, здесь сложно говорить, потому что все-таки против тренда, у нас тренд основной, это нисходящий тренд, но, как я уже сказала, есть шансы для продолжения роста, а дальше нужно сопрождать торговую позицию. Когда у нас сформируется паттерн в обратную сторону, то есть шартовый, когда по газу сформируется шартовый паттерн в обратную сторону, тогда уже можно говорить о окончании коррекционного движения наверх и назревании продолжения шартовой тенденции, то есть вниз по тренду. Но если мы будем дальше подтверждать лонги, то есть если дальше будут формироваться лонговые паттерны, то дальше будем работать против тренда, но в сторону локальной восходящей тенденции. Ну что ж, ребята, у меня на сегодня все. А если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте подписаться на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер» для того, чтобы всегда получать хороший контент аналитический от меня с анализом основных финансовых инструментов. По моей стратегии защитный трейдинг анализирую все рынки. Если есть вопросы по каким-то инструментам, пишите в комментариях, обязательно буду отвечать. Но опять-таки есть паттерны, тогда есть и торговые идеи. Нет паттернов, могу озвучить направление по инструменту, могу озвучить ключевые моменты по поддержке сопротивления, по каким-то конституционным моментам, откатным моментам. Но опять-таки, чтобы сформировались точки входа, нужны паттерны. Интересует мой подход к анализу рынка? Предлагаю обучение по моей стратегии защитный трейдинг. По обучению пишите в личку. По торговым сигналам пишите в личку, ребят. Предлагаю также торговые сигналы. Кому интересно, пишите мне. Всю информацию по сигналам и по обучению предоставлю. Мои контакты, моя контактная информация есть под видео. Всем хорошего дня, прибыльной торговли, ребят. И до скорой встречи.